Для русского человека баня, что мать родная. Согреет и вылечит тело, очистит мысли и душу, подарит радость и отдых от труда и забот. Вот и наш барин её уважает, почитай, каждый день моется. Да только один не любит, девок зовёт. А мы и рады, чай не в поле серпом махать, а веником телеса барские охаживать, кто ж супротив будет. Для дворовых девок это честь и привилегия, не каждая её удостаивается. Но мне свезло, понравилась я ему шибко, вот и побывала с ним в парной. Расскажу вам эту историю из жизни. Исполнилось мне восемнадцать годков, налилась я, что спелое яблочко. Парни дворовые на меня заглядывались, а трогать никто не смел, барин узнал бы, не поздоровилась. Строгий, но справедливый он у нас. Обижать нас не велит, а сам порит, конечно, по субботам. Но только за дело, тех, кто провинился. А как без этого? Поговаривает часто, что если девку не выпорешь вовремя, то она от работы отлынивать будет и хозяина почитать не станет. А так не гоже, ведь он за нас отвечает. Поэтому терпим и стараемся его уважить. Хозяин наш мужчина видный. Пригож собой, вышел и лицом, и чином. Вот только супружницу себе не нашёл пока. Молот да горяч, до женского пола охочь, не нагулялся ещё. Но это дело поправимое, с таким-то количеством баб да девок незамужних во дворе. Станет ему скучно, зовёт к себе все не Глашку и Маньку, а то и обоих сразу. Натешится в волю, и на следующий день они в поле не идут пшеницу или рожжать, а отдыхают. Гусей на луг пастись выгоняют или в саду яблоки собирают. Не жизнь, а малина. Каюсь грешно, завидовала я им. Знамо дело, в деревне вставать приходится рано. Скотину покормить, коров подоить, яйца в курятнике собрать. В избе тоже дел по горло. У подмете дров принеси, печку и стопей, да приготовь поесть на голодную ораву. А ещё у барина в хоромах прибираться ходила, как шестнадцать исполнилось. Мамане он велел меня уму-разуму учить, прислуживать, да работу всякую дворовую у него исполнять. Частенько она меня за косы таскала, когда я от дела отлынивала или посуду била с просонья. Ох, и ревела я тогда, а защитить меня было некому, старшая я в семье, всё почитай на мне. А погулять то, как хотелось. По весне особенно. Парни на меня заглядываться стали, шутки-прибаутки. То толкнут нечаянно, то частушки срамные петь станут. Видела, как на меня смотрят, а стыдно было глаза поднять, дикая была я. Под рук у меня не было, некогда было лясы точить. Да и дома всё принеси да подай, а у барина бегом носишься, чтобы успеть все поручения выполнить, да чтоб не высекли за провинность. Как восемнадцать исполнилось, поставили меня за бани смотреть. Воды каждый день натаскать надо, дров принести, протопить хорошенько, чтобы пар был, да костей не ломил. Полотенца свежие, халат барский чистый доглаженный, квас свежий, веник дубовый каждый день новый. За всем следить надо было. К вечеру хозяин являлся. Если настроение хорошее, то сразу девок звал, из тех, кто постарше, да посмышлённее. Они его парили, мяли, веничком обихаживали, мылом натирали. Я в окошко смотрела, интересно было, как они без одежды с ним возятся, а он покрикивает на них, да по полушариям белым шлёпает. Повизгивали они знатно, а он хохотал, да щипал за всякие срамные места. Одной ему мало, двоих, а то и троих ему подавай. Тех, кто слушался его во всём, одаривал знатно. То шаль подарит, то сапожки еловые, а Матрёне как-то полушубок достался тёплый и красивый из песца. Вот уж она им хвасталась, да гордилась, ещё бы, господин её особо выделил, да милость свою выказал. Я подсматривала, да запоминала, что помещик наш любит. Представляла себя часто на месте девок, у Матрёны манера перенимала. Как ходит, как бедром водит, что говорит, да ресницами хлопает. Мечта у меня была, из сенной девушки, поближе к господину перебраться. Чтобы на меня он внимание обратил, да к себе приблизил. Тогда и жить легче, и замуж он потом пристраивает в хорошие руки. Смотрит, чтобы не пил и по бабам не гулял мужик, которому его любушка досталась. Если брюхотую бабу выдавал, то и приданное за неё давал хорошее, чтобы чадо безбедно жило, хоть и не в отцовском дворе. Хороший и добрый у нас паныч. Однажды растопила я баньку, приготовила всё, как обычно, жду, когда он приедет. Появился не в настроении, чернее тучи, а я, как назло, под ноги ему попала. «Как звать тебя?» Смотрит из-под лобья. Наташкой кличут, я опустила голову, чтобы не смотреть в глаза. «А ты ничего так, а ну повернись! Встань сюда!» «Скинь рубаху», — командовал барин, а я не смела ему перечить. «Хороша Наташа, ох и хороша! Пошли со мной, попаришь меня, да смотри, пара не жалей, веничком хорошо обхоживай!» Застучало моё сердечко, так как поняла, что выпал мне счастливый случай. Барин скинул с себя одёжку, да остался в чём мать родила. Я стою перед ним в костюме Евы, ни жива, ни мертва, глаза зажмурила. Так мне стыдно и боязно, в первый раз то. «Чего встала? Давай, пошевеливайся, или не знаешь, как барину угодить?» Грозно сказал хозяин. «Зашли мы с ним в парилку. Присёл он на лавку и на колени меня к себе посадил. Сразу стало жарко, не столько от пара, а от того, что мужская натура так близко от меня. Опаночь не отпускает, мнёт, щиплет больно. Настроение у него улучшилось, улыбается, раскраснился весь. Под мужиком была Аля девка ещё. Спрашивает. «Не была». Мамка не велит, ругается. Закосы таскает, если парней близко видит. «Это хорошо. Сладкая ты, Наташка, попробовать хочу. Да ты не бойся, не обижу. Давай, ложись на лавку, парить тебя буду. Взял в руки веник и давай меня, что есть мочи по пятой точке шлёпать. Силы в нём много, чувствую, что от ударов тело моё белое краснеет и вспухает, где особенно сильно меня он охаживает. Сам разгорячился, веник отбросил и уже ладонью меня пониже спины звонко шлёпает, да так, что я повизгиваю. Потом потребовал, чтобы я на спину перевернулась, взял мои в руки и давай наминать. Больно мне, но терплю, чтобы он не осерчал. Вставай, Наташка, меня веничком уважь, досмотри, чтобы мне понравилось». Мы поменялись местами, и я взяла в руки дубовый веник и принялась охаживать господина. Вспомнила я, как это девки делали, когда с ним в бане были. Во вкус вошла, шлёпая его прутями, волосы длинные повыбивались из кос, мокрая вся, красная, но вижу, нравится ему, как я его обхаживаю. А потом осмелела, и руками разминать тело его стала, поглаживать нежно, как Глаша и Манька это делали. Старалась очень. Теперь хожу в шубке новой и сапогах еловых. Вот жду барина, должен приехать. Думаю, что повезло мне.